Всем привет! С вами снова я, Михаил Прогунов. И по моему внешнему виду вы уже должны были догадаться, я уверен, что вы уже догадались, что вас ждет долгожданное тренировочное видео. И посвящено оно будет полностью тренировке с сэндбэгом. Сэндбэг – это такой универсальный тренировочный снаряд, который вы можете положить в чемодан и взять с собой куда угодно, где есть пляж. Потому что вы можете прийти на этот пляж и набить мешок песком. Как вы видите, внутри моего сэндбэга четыре так называемых филлера, которые и нужно наполнить песком. Влажный песок тяжелее, сухой немного легче. Вместительность каждого филлера примерно 12 килограмм, что в итоге дает нам снаряд весом в 50 килограмм. При выборе мешка доверяйте проверенным производителям. Например, у меня мешок Монка. Мешок неубиваемый, потому что используется в производстве оригинальная ткань Кордура. Это очень крепкий материал из военной промышленности. Основную нагрузку при ударе о пол принимают на себя как раз филлеры, поэтому швы должны быть супер прочными. За год эксплуатации моего мешка швы на 90% в порядке. Как вы помните, я приезжал сюда на Пхукет с этим мешком год назад и тренировался с ним на пляже. Сейчас все повторяется. Мешок снова со мной. Наполнение мешка песком закончено, и вы получаете универсальный тренировочный снаряд под названием Сэндбэг. В общем, у меня на это ушло не спеша около 10 минут, и 50 килограмм готовы к тренировке. В общем, друзья, знакомьтесь, это Саня. Саня приехал тоже на Пхукет, сейчас он расскажет. Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Александр, и я приехал на Пхукет потренироваться. Сам я занимаюсь кроссфитом уже около года, и вместе с Михаилом решили совместную тренировочку провести. Замечательное место для отдыха и, конечно же, для физической активности. Приезжайте все на Пхукет. Короче, Саня приехал чисто потренироваться. Да, он вот сегодня приехал, сейчас мы потренируемся, и вечером он обратно. Именно так. А тут приехал? С Екатеринбургом прилетели. А долго ты занимаешься кроссфитом уже? Кроссфитом я занимаюсь практически год. До этого я занимался тяжелоатлетикой, имею разряд кандидат в мастера спорта. Круто, очень. Я очень хотел получить разряд, но немножко недополучил. Ну что, хоры болтать, давай, прекрасная погода. Пока солнце нас не испепелило в черноту, мы начнем, пожалуй. Саня придумал разминку, сейчас сделаем разминку. А что за разминка будет? Общая, в стиле кроссфит, разумеется. Окей, давай. Задний фон ушел, поэтому мы можем сюда встать. Итак, разминка готова. Хотя на такой жаре можно было бы особо и не разминаться, но мы чуть-чуть быстренько это сделали. И сейчас приступим к основному комплексу с сэндбэгом, который будет состоять из нескольких раундов. Скольки именно раундов мы еще не решили. Мы будем делать по очереди. Один делает, второй отдыхает. Будет три движения. Взятие на грудь сэндбэга в стойку. Шесть, да? Шесть повторений. Шесть повторений. Потом шесть повторений фронтального приседа с сэндбэгом. И шесть горпи через мешок. Вот так. Ну, мы планируем делать шесть-семь кругов, но если нас вопрет, то может и до десяти разгонимся. А если сдохнем, то сдохнем. Посмотрим. То остановимся. Да. Так. Нормально. Мышцы полезли, вены полезли. Все, есть. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мешок он такой коварный, наряд. Очень коварный. Это вам не штанга. Это вам мешок. Мешок это не штанга. А штанга это не мешок. Это мешок. Последний круг. Последний. И потом в море. Давай, Саня. Давай. Давай. Пять кругов. Пять кругов. Пять кругов. И хорош. Потому что на солнце, наверное, плюс 45. А может и больше. Все вижу. В море. Вы как хотите, а мы в море. В общем, такие дела, что нам хватило пять кругов. Пять кругов, да. Мешочек это снаряд такой очень коварный, неудобный. И нужна снаровка определенная. Его нужно покорять. Что тебе было тяжелее всего? Тяжелее всего было взятие на грудь. Потому что использовал для этого упражнения в основном только мышцы спины. Так как особо техники не имею еще пока я работаю с этим снарядом. Нормально проработали. Мне понравилось. Спасибо большое за тренировку. Все здорово. Да. В общем, спасибо. Спасибо, Саня, что приехал. Желаю вам хорошего продолжения отдыха здесь, на Пхукете. Спасибо тебе. Спасибо. Всем кроссфит. Сан-Бэгом Но я решил пойти дальше. Я решил потренироваться с сэндбэгом не только на пляже. И я придумал себе очередное задание. Донести сэндбэг отсюда до места моей следующей тренировки. А именно вот туда. Итак, напомню, что вес сэндбэга 50 кг. Мне нужно затащить его вот в ту гору. Я его уже оттуда спустил, но спуск дался мне совсем не сложно. Думаю, что подъем будет гораздо тяжелее. Ладно, хоре болтать. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, нормально. В общем-то, нормально. Дошел. Даже ни разу не остановился. Дошел за один раз. И затрекал все это дело. В общем, мое восхождение заняло 6 минут ровно. Я прошел 650 метров. И перепад высот был приблизительно 50 метров. Ну, комфортно. Комфортно. Я не задыхался. Я не усирался. Пульс, наверное, был в пределах нормы. Там 160-165 дар в минуту. Я его не замерял. Потому что надел на запястье вот такие напульсники. Потому что заливает потом все. И становится некомфортно. Да и пульсометр тоже залило бы потом, наверное. И данные были бы некорректны. Здесь тренажерный зал находится. То место, куда я пришел. Но я не пойду в тренажерный зал. Потому что, ну, я реально не знаю, что там делать. Вот реально не знаю. Для меня даже вот это восхождение с мешком на эту гору уже, собственно, тренировка. Ну, правда, коротенькая, 6 минут. Вы спросите, зачем, ради чего? Мышцы сгорят там, еще что-то. Ну, почему они сгорят? Я же питаюсь. Я же нормально ем. 5 раз в день, наверное. Может, 4 здесь сейчас, в Таиланде. Я нормально снабжаю свой организм энергией и необходимыми нутриентами, пищей. И я нагружаю свои мышцы. Мои мышцы работают. Даже вот эта нагрузка с мешком на плечах и подъем в гору, это нагрузка на мышцы. И из чего они должны сгореть? Вот скажите мне, из чего? Если вы в этом разбираетесь, то напишите. Пульс 160-170 ударов в минуту это не является показателем того, что мышцы сгорят. Совершенно не является. И я думаю, что сегодня я продолжу тренировку уже здесь, в этом месте, с мешком, на нормальной твердой поверхности, в кроссовках. То есть поделаю нормальные упражнения. И, наверное, я больше не буду тренироваться на пляже, потому что мне комфортнее здесь. Пляж он все-таки убивает в плане жары и в плане солнца. Буду тренироваться здесь. И пока шел в эту гору, придумал такой батл для вас. Люди, которые сейчас, может быть, на Пхукете, смотрят это видео или приедут в ближайшие пару недель, звоните. Мой местный номер телефона будет в описании к этому видео. Если вы захотите с этим мешком подняться на эту гору, пишите, звоните, приезжайте и пробуйте свои силы. Пробуйте побить мое время 6 минут ровно. Это вызов для вас. Вот. Значит, отдохну немножко и продолжу. Хотел еще раз сказать и еще раз добавить то, что Сенбек является довольно интересным снарядом. Он нестабильный, он нагружает мышцы по-другому, он довольно интересный. С ним можно придумать различные испытания себе, как я вот придумал с этой горой. Я думаю, что найдутся единомышленники мои, которым понравится такого рода снаряд и такого рода тренировки. И мне будет очень приятно это осознавать. Дайте знать в комментариях. Хочется ли вам попробовать? Понравилось ли вам? Ну вот я уже немножко отдохнул и пришел в себя. Хочу сказать, что хватит с меня на сегодня солнце. Я решил потренироваться здесь под навесом в тенечке. Сейчас я вам покажу упражнения, которые в принципе можно делать с Сенбеком. Ну а потом уже покажу непосредственно тот вариант тренировки, который выбрал я для себя сегодня. Да, кстати, я решил достать один из филеров. И минус получается примерно 12 килограмм из общего веса. Итого, сейчас вес Сенбека примерно 38 килограмм, может 35, ну где-то так. Итак, это взятие Сенбека на плечо. Обратите внимание, что техника должна быть такой, как я показываю на видео. Сначала захватываем Сенбек, кладем его на бедра, пропускаем одну руку снизу, обхватываем и закидываем на плечо. Следующее упражнение это приседания Сенбеком медвежьим хватом. По распределению нагрузки это упражнение похоже на фронтальные приседания со штангой, но все же мешок вносит кое-какие изменения воздействия на мышцы. Точно так же, как и приседания с мешком медвежьим хватом можно выполнять выпады. Приседания Сенбеком на плече. Сначала мешок находится у вас на одном плече, затем вы его перекидываете и выполняете приседания с мешком на другом плече. Здесь серьезно работают мышцы, стабилизаторы туловища, мышцы брюшного пресса, мышцы спины, ну и естественно ноги, так как это приседания. И по аналогии с приседаниями вы можете выполнять выпады с Сенбеком также на одном плече, но не забывайте перекладывать Сенбек с одного плеча на другое. Еще очень хорошее функциональное движение с мешком это перебрасывание его через плечо. Следующее упражнение, которое я покажу вам с мешком, можно точно так же выполнять и со штангой. это взятие на грудь в стойку с пола, взятие на грудь с виса, взятие на грудь в сет с пола и точно так же взятие на грудь в сет с виса. Конечно же фронтальные приседания с Сенбеком. Так называемое движение из кроссфита сумо дэдлифт хайпу выполняется со штангой, но можно заменить штангу с сенбеком. Ну и закончим классикой. Приседания с мешком на плечах. Возможно я показал вам не все упражнения, которые можно выполнять с сенбеком. Более подробно обо всех этих упражнениях вы можете посмотреть на канале производителя сенбеков Монка. Ссылка в описании. Чуть не забыл про трастеры. Ну конечно трастеры, трастерочки, трастерочки. Отличное, супер популярное в кроссфите упражнение. Тоже можно делать с сенбеком вместо штанги. Чуваки, можно я вам свою личную тренировку покажу в одном из следующих видео. Я на сегодня все. Я пока все это делал, вам показывал все эти упражнения, Что-то я выдохся. Наверное хватит. Надо здраво оценивать свои силы. Плюс 35 на улице. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем счастливо, до новых встреч. Прыгуновый на Пхукете. Увидимся, пока. А, да, мешочек надо отнести в номер. Пусть на балкончике подождет своей следующей тренировки. Ю-ху. Ай. Ай.